Мученическая гибель После завершения сражения в Нахраване и возвращения в Куфу, Али принял решение напасть на Дамаск. Правители городов по мере своих возможностей стали собирать войска и отправлять их к имаму. До января 661 года все отправленные отряды прибыли в Куфу и примкнули к лагерю в Нахиле. Али разбил войско на отряды и принял все меры для оснащения их необходимым снаряжением. Командиры отрядов, испытывая вражду к Муавии и в особенности к коварному Амруасу, помогали его светлости в этом деле. Наконец, в январе 661 года Али, произнеся пламенную речь перед своим войском, подготовил его для похода на Дамаск. Однако в это время судьба предначертала ему другое и помешала ему осуществить свой план. И смерть этих троих принесет облегчение мусульманам, и они сами решат свою судьбу. Эти трое заключили союз и принесли клятву убить виновников всех бед. Абдарахман ибн Мулджам поклялся убить Али. Амру ибн Бакр решил покончить с Амруасом. Абдарахман ибн Абдаллах вызвался убить Муавию. Все они нанесли на свои мечи смертельный яд, чтобы их удары были беспроигрышными. Этот тайный союз был заключен в Мекке. И для того, чтобы все трое осуществили свое намерение в одно время, они назначили даты убийств 19-й день месяца Рамадан, 26 января 661 года, ночь предопределения, когда все люди до утра находятся в мечети. Каждый из них отправился в соответствующий город для осуществления этого плана. Амру ибн Бакр отправился в Египет, где находился Амруас. Барак ибн Абдаллах в Дамаск, а ибн Мулджам в Куфу. В Дамаске Барак ибн Абдаллах пошел в мечеть в ночь 19-го Рамадана и встал в первый ряд молившихся. Когда Муавия склонился в поклоне, Барак опустил на него свой меч, однако замешкался и ударил не по голове, а по ноге Муавии. Тяжело раненый Муавия был немедленно перенесен в свой дом, куда был доставлен и Барак. Муавия спросил, «Как ты посмел сделать такое?» Барак ответил, «Да простит меня правитель, ибо я сообщу ему хорошую весть». Муавия спросил, «Что ты имеешь в виду?» Барак ответил, «В это мгновение Али убит». Муавия бросил Барака в тюрьму до выяснения степени достоверности его сообщения, а когда убедился, что тот был прав, отпустил его, а по некоторым преданиям тотчас приказал обезглавить его. Осмотрев рану Муавии, врач заявил, что если он не желает иметь детей, можно залечить рану лекарствами, в противном случае ее нужно прижечь раскаленным железом. Муавия сказал, «Я не смогу перенести боль от раскаленного железа. Для меня достаточно иметь двух сыновей, Езида и Абдаллаха. Амру ибн Бакр в ту же ночь в Египте пошел в мечеть и встал в первый ряд молившихся. По случайности, в ту ночь Амруаз был тяжело болен. У него поднялась температура, и он не смог отправиться в мечеть. По предложению его сына, для выполнения обрядов молитвы в мечеть был отправлен городской судья. После начала молитвы, в первом жаракате, когда судья склонился в поклоне, Амру ибн Бакр убил его одним ударом меча. В мечети поднялся переполох, молитва прервалась, а несчастный убийца попал в руки египтян. Когда его поволокли, к Амруазу люди стали угрожать ему страшным наказанием, которое ждало его у Амруаза. Амру ибн Бакр спросил, «Разве Амруаз не убит? Нанесенный мной удар меча убил бы его, даже если бы он был из железа». Египтяне сказали, «Ты убил не Амруаза, а городского судью». Лишь тогда бедный Амру понял, что по ошибке убил вместо Амруаза ни в чем не повинного судью. Сожалея о смерти судьи и неуполнении своей задачи, он начал плакать, а когда Амруаз спросил его, почему он плачет, он ответил, «Я не боюсь за свою жизнь. Я опечален тем, что вместо тебя погиб судья и что мне не удалось, подобно моим друзьям, осуществить свой план». Амруаз осведомился о случившемся, и Амру ибн Бакар рассказал ему о тайном союзе со своими друзьями. Затем он был обезглавлен по приказу Амруаза. Таким образом, убийца Муави и Амруаза не смогли должным образом выполнить свою задачу и сами погибли. Что же произошло с Абдрахманом ибн Мулджамом? Этот человек прибыл в Куфу в январе 661 года и, не посвящая никого в свои тайны, поселился в доме одного своего знакомого в ожидании 19 числа благословенного месяца Рамадан. Однажды он пошел навестить одного из своих друзей и в его доме увидел прекрасную лицом женщину по имени Кутам, отец и брат которой были убиты имамом Али в сражении при Нахроване. При первом же взгляде на нее он, очарованный ее красотой, попросил ее руки. Кутам спросила «Что ты дашь мне в качестве Калыма?» Абдрахман ответил «Все, что пожелаешь». Кутам сказала «Моим Калымом будет три тысячи дирхемов, одна служанка, один слуга и убийство Али ибн Абуталиба». «Какой тяжелый Калым!» Один поэт сказал «До сих пор я не встречал щедрого богача или бедняка, давшего женщине Калым, который запросил Акутам. Ни один, даже самый тяжелый Калым не может быть тяжелее убийства Али. И ни одно убийство не сравнится с убийством, совершенным Ибн Мулджамом». Итак, Ибн Мулджам, приехавший из Мекки в Куфу с намерением убить его светлость и не желавший, чтобы кто-нибудь узнал о его намерениях, захотел проверить Кутам и поэтому сказал ей «Я дам тебе, требуемые тобой деньги, слугу и служанку. Но каким образом я могу убить Али ибн Абуталиба?» Кутам ответила «Конечно, обычно к нему никто не может подступиться. Ты должен застать его врасплох и убить его, чтобы излечить мою душевную рану и насладиться близостью со мной. Если при этом ты будешь убит, то твоя награда в загробном мире превзойдет награду в этом мире». Ибн Мулджам понял, что Кутам разделяет его убеждения и воскликнул «Клянусь Аллахом, я прибыл в Куфу только ради этого». Кутам сказала «А я буду помогать тебе в этом деле и найду тебе помощников». С этой целью она послала за Вардаланом Ибн Маджалидом, своим соплеменником, который тоже был хариджитом, и, поведав ему всю историю, попросила его помочь Ибн Мулджаму. Вардалан, который ненавидел Али, согласился исполнить ее просьбу. Сам Ибн Мулджам заручился поддержкой человека из племени Ажджа по имени Шабиб, разделявшего мнение хариджитов, а затем посвятил в свои планы Ашаса Ибн Кайса, того самого лицемера, который в войне в Сифине вынудил имам Али на пороге победы завершить войну. Ашас пообещал примкнуть к нем в мечети в назначенное время. Наконец, вечером девятнадцатого числа месяца Рамадан Ибн Мулджам вместе со своими единомышленниками пришел в мечеть и стал ждать появления Али. Одновременно с прибытием Ибн Мулджама в Куфу Али неоднократно намекал на свою гибель. Даже в один из дней месяца Рамадан стоя на минарете он провел рукой по голове и сказал «Самый порочный человек обогрит эти волосы моей кровью». Поэтому в последние дни своей жизни он каждый вечер проводил в доме одного из своих детей и в ночь своей гибели был гостем у своей дочери Ум-Кульсум. Когда наступило время разговения он немного поел и стал молиться. С вечера до рассвета он ни минуты не был спокоен. Иногда он смотрел на небо, на движение звезд и с приближением рассвета становился все взволнование. Даже его дочь Ум-Кульсум спросила «Отец, почему ты сегодня так взволнован?» Его светлость ответил «Дочь моя, всю свою жизнь я провел на полях битвы и сражался с известными богатырями и храбрецами. Много раз я в одиночку нападал на врагов и перебивал арабских воинов. Я не боюсь подобных случаев. Но сегодня чувствую, что пришло время предстать перед Божьим престолом». Наконец, та темная и страшная ночь завершилась и Али решила выйти из дома. В это время несколько уток, которые каждую ночь спали в своих клетках в доме, спрыгнули к ногам его светлости и стали кричать, размахивая крыльями, как будто хотели помешать ему выйти из дома. Али сказал, «Эти утки предупреждают, а после этого предупреждения будут стоны и слезы». Ум коль сум от этих слов его светлости изменилась в лице и сказала, «Тогда не иди один». Али ответил, «Если меня ожидает земная беда, то я справлюсь с ней в одиночку, а если это предначертанная небесами судьба, она в любом случае свершится». Али отправился к мечети, поднялся на минарет и прочитал призыв к утренней молитве. Затем вошел в мечеть, разбудил спавших и встав во главе приготовившихся мусульман, начал совершать молитву. Когда его светлость склонился в поклоне, Абдрахман воскликнув «Принимать решение присуще Аллаху, а не тебе, Али!» опустил свой отравленный меч на голову его светлости. Ибн Мулджам и его спутники немедленно скрылись. Кровь залила голову Али и обогрела его волосы. И его светлость в тот же миг сказал «Клянусь создателем Каабы, я обрел счастье». Затем он прочитал нараспев следующий коранический аят «Сотворили мы вас из земли, в нее и вернем вас, и выведем из нее еще раз». Коран Сура 20 55 аят Тогда послышалось откровение Джибраила, находящегося между небом и землей. «Клянуйся Аллахом, в этот миг рухнули основы руководства, исчезли признаки благочестия, исчезла прочная связь между Создателем и созданиями, убит двоюродный брат Мухаммада Мустафы, да благословит Аллах его и род его. Погиб избранный Али от руки несчастнейшего из несчастных». В мечети поднялся переполох. Имам Хасан и имам Хусейн прибежали из дома в мечеть. Некоторые побежали за Ибн Мулджамом и арестовали его. Имам Хасан и имам Хусейн вместе с другими членами семейства хашемидов уложили имама Алина Палас, отнесли его домой и немедленно послали за врачом. Осмотрев рану его светлости, врач с сожалением заявил, что эта рана неизлечима, ибо меч был отравленным и яд проник в мозг имама. Услышав слова врача, Али, в отличие от других людей, которые боятся смерти, стал терпеливо давать наставления своим сыновьям имаму Хасану и имаму Хусейну, ибо его светлость никогда не боялся смерти и неоднократно заявлял, что она для него желание материнской груди для ребенка. Имам Али всегда рисковал своей жизнью. В ночь переселения пророка, да благословит Аллах его и род его, он лег в постель его светлости, которую храбрецы арабских племен намеревались искром ссать своими мечами. Во всех битвах мусульман Али постоянно находился в первом ряду и сражался с храбрейшими арабскими богатырями. Он говорил, «Для меня все равно, я иду к смерти или смерть идет ко мне». Он никогда не испытывал страха. Али после удара мечом, полученным им утром 26 января 661 года до 28 января 661 года находился в доме. И за это время, помимо его семьи, его светлость также навестили многие его сподвижники, чтобы услышать от него ценное наставление в последние часы его жизни. Одним из его мудрых наставлений было, «Вчера я общался с вами. Сегодня вы извлекаете урок в виде мое состояние, а завтра я расстанусь с вами». Для имама Али приготовили немного молока. Он отпил несколько глотков и сказал, «Дайте заключенному этого молока и не мучайте его истязаниями. О, дети Абдуль Аль-Муталиба, не дай Бог вам проливать кровь по причине моей смерти. Вы должны знать, что взамен на мою смерть должен умереть только мой убийца. Если я останусь жив, сам разберусь с ним, а если умру, нанесите ему всего один удар, ибо он нанес мне не более одного удара». Затем его светлость сказал своему сыну Хасану, «Сынок, после меня ты станешь предводителем мусульман и должен решить, как поступить с моим убийцей. Если хочешь, прости его, а если пожелаешь убить, нанеси ему всего лишь один удар, и не обезображивай его, ибо я слышал от посланника Аллаха, да благословит Аллах его и род его, как он наставлял не обезображивать никого, даже собак». Имам Али очень ослаб в результате воздействия яда, вошедшего в его кровь, и поэтому все это время неустанно совершал молитвы в сидячем положении. Ночью 28 января 661 года, когда приблизился час его смерти, он приказал собрать всех членов своей семьи, чтобы попрощаться с ними, и в их присутствии сделать окончательное завещание. Дети Али со всех сторон окружили его, и с покрасневшими от слез глазами слушали завещание его светлости. Однако оно было адресовано не только его детям, но и всем людям на земле досудного дня. Это были моральные наставления и практическая философия. Здесь мы приводим некоторые моменты завещания имама Али, мир ему. В начале своих слов я свидетельствую о единстве и могуществе Аллаха, а затем пророчестве Мухаммада Абдаллаха да благословит Аллах его и род его, сына моего дяди и избранного раба Божьего. Его миссия была не спослана Аллахом, а его приказы были предписаниями Всевышнего. Он направил людей, бестельно бродивших в пустыне невежества, на путь истины и спасения и устрашил их карой в судный день за злодеяние. Дети мои, я призываю вас к благочестию и терпению перед невзгодами и неприятностями. Не привыкайте к мирским благам и не сожалейте об утраченном. Я призываю вас к единству. Остерегайтесь разрозненности. Всегда следуйте истине и постоянно, в радости и в беде. Неизменно соблюдайте закон справедливости. Дети мои, никогда не забывайте Аллаха и всегда стремитесь удостоиться его милости. Радуйте его своими добрыми и справедливыми деяниями в отношении угнетенных и самопожертвованиям в отношении сирот и бедняков. Ведь я слышал, как пророк да благословит Аллах его и род его. Говорил, что каждого, кто заботится о сиротах, как о своих детях, ждет рай, а каждого, кто обидит сироту, ждет огонь ада. Будьте добры к своим родным и близким и помогайте беднякам и нуждающимся, навещайте больных, ибо этот мир место происшествий. Поэтому не связывайте себя мечтами и целями и всегда помните о смерти и загробном мире. Хорошо относитесь к соседям, ибо одним из наставлений пророка да благословит Аллах его и род его, было соблюдение прав соседей. Уважайте Божьи предписания и законы шариата и с радостью выполняйте их. Соблюдайте молитву, платите закат, наставляйте к добру и удерживайте от зла и заслужите Божье удовлетворение, выполняя его предписания. Дети мои, не общайтесь с порочными и низкими людьми и дружите с благочестивыми и богобоязненными. Если в вашей жизни наступит момент, когда вы должны будете выбрать или этот или загробный мир, отрекитесь от материального богатства и выберите загробный мир. В трудные дни уповайте на Аллаха и просите Его помощи в любом деле. Относитесь к людям ласково, с добром, приветливостью и доброжелательностью и стремитесь совершенствовать свои моральные качества и служить себе подобным. Ласкайте своих детей и уважайте стариков. Дети имама Али сидели безмолвно и, со стесненными от печали сердцами, внимали проникающим в души словам его светлости. Упомянутая часть завещания имама Али была уроком морали и воспитания, притворение в жизнь которого может возвысить до совершенства каждого человека. Его светлость завершила эту часть своего завещания словами «Нет власти и могущества, кроме как у Всевышнего Аллаха». Затем его светлость потерял сознание. Через некоторое время он приоткрыл свои глаза и сказал «Хасан, хочу сказать тебе несколько слов. Сегодняшний вечер последний в моей жизни. Когда я умру, обмой меня своими руками, облачив саван и лично наблюдай за похоронами. Прочти молитву над моим телом и темной ночью похорони меня вдали от куфы в неизвестном месте, чтобы никто не знал о нем». Все члены семейства хашемидов, в особенности потомки имама Али, беззвучно плакали и слезы катились из их глаз. Хасан, сидевший ближе всех к отцу, был так сильно опечален, что имам Али сказал, «Сын мой, будь терпеливым. В этот чувствительный момент я призываю тебя и твоих братьев к терпению». Затем его светлость добавил, «Заботьтесь о Мухаммаде, он ваш брат, сын вашего отца, и я люблю его». Имам Али вновь потерял сознание, а через мгновение открыл глаза и сказал Хусейну, «Сын мой, твоя жизнь будет нелегкой, будь терпеливым, ибо Аллах любит терпеливых». В это мгновение Али находился в объятиях смерти. он медленно закрыл свои глаза и промолвил последние слова. «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. Аллах един и нет равных ему. Свидетельствую, что Мухаммад раб и посланник Аллаха». Произнеся эти слова, губы его светлости сомкнулись, и его чистая душа вознеслась на небеса. Так завершилась жизнь человека, который не имел в ней иной цели, кроме установления истины и справедливости. Имам Али, мир ему, погиб в 63-летнем возрасте. Период его наместничества продолжился почти 30 лет, а период халифата 5 лет. Имам Хасан вместе с имамом Хусейном и другими занялся похоронами его светлости и после религиозных обрядов похоронил отца за горой Куфы в местечке Кореин, превратившемся сегодня в город Наджав. Как завещал имам Али, для того, чтобы Амияда и Хариджиты не раскопали могилу его светлости и не унизили его, место его захоронения было сравнено с землей. Могила имама Али до периода имама Мухаммада Джафара Ас-Садыка оставалась неизвестной. И когда Мансур Давваники, второй халиф Абасидов, вызвал имама Ас-Садыка из Медины в Ирак, тот по дороге в Куфу посетил могилу повелителя правоверных и обозначил ее место. По поводу местонахождения могилы имама Али, шейх Муфит со слов Абдаллаха ибн Хазима рассказывает, Однажды вместе с Харуном Ар-Рашидом мы вышли на охоту в окрестности Куфы и за горой Куфы дошли до села Кореин. Там мы увидели стадо газелей и выпустили на него охотничьих собак и соколов. Собаки не смогли догнать стадо. Газели поднялись на находившийся там холм и мы увидели, что соколы сели у подножия холма, а собаки вернулись. Харуна удивило это происшествие. Когда газели спустились с холма, соколы и собаки вновь устремились за ними. Газели вернулись на холм, а соколы и собаки не стали их преследовать. Так повторилось три раза. Харун сказал, «Быстро пойдите и приведите ко мне первого, кого вы постречаете в этих землях. Мы нашли старика из племени Бани-Асад и привели его к Харуну. Харун спросил, «О, шейх, скажи мне, что это за холм?» Старик ответил, «Скажу, если пообещаешь, что не причинишь мне зла». Харун сказал, «Обещаю тебе, что не выгоню тебя с этой земли и не причиню тебе зла». Шейх ответил, «Отец мой слышал от своих отцов, что на этом холме находится могила Али ибнабу Талиба, и Всевышний Аллах оберегает это место. Каждый, кто ступит на этот холм, будет в безопасности». Услышав это, Харун приказал принести воды и совершил ритуальное омовение. Затем он прочитал молитву рядом с холмом, приник к холму и заплакал. После этого мы возвратились в Куфу. Итак, Хасан, Хусейн и другие члены семейства хашемидов после похороны Мама Али вернулись в Куфу. Ибн Мулджам в тот же день умер от удара мечом Имама Хасана и отправился в преисподнюю. Поэты написали множество стихов, в которых оплакивалась гибель Имама Али, мир ему. После смерти Имама Али, по завещанию его светлости, предводителем мусульман стал его старший сын Имам Хасан. Абдаллах Ибн-Аббас пошел в мечеть и, поведав людям о событиях последних дней, сказал, «Конечно, вы знаете, что Али назначил своего сына Хасана вашим халифам. Однако он не настаивает на том, чтобы вы заключили с ним союз. Если вы хотите повиноваться ему, я сообщу ему об этом и приведу его в мечеть, чтобы вы заключили с ним союз. А если нет, никто вас не волить не будет». Большинство людей согласилось с халифатом Имама Хасана, и Ибн-Аббас привел его светлость в мечеть, чтобы люди заключили с ним союз. Имам Хасан поднялся на минарет, и после восхваления Всевышнего Аллаха и Великого Пророка сказал, «В эту ночь нас покинул человек, сравниться с которым не смог никто в прошлом и уподобиться которому не сможет никто в будущем. Он сражался рядом с Великим Пророком и защищал его своей грудью. Посланник Аллаха поручал ему знамя и отправлял его сражаться с врагами религии, в то время как Джибраил и Микаил находились по обе его руки. Он не возвращался с поля боя без победы, который удостаивал его Аллах. Он погиб в ночь, когда вознесся на небеса Иисус Ибн Марьям и ушел из мира Иуша Ибн Нун, опекун пророка Моисея. Во время его смерти у него было семьсот дирхемов, на которые он хотел купить слугу для своей семьи. При этих словах горло имамы Хасана подкатил комок, и он заплакал. Вместе с его светлостью заплакали и люди. Имам Хасан этой короткой речью, произнесенной в знак памяти своего отца, возвеличил имама Али, мир ему. И эти восхваления, произнесенные в адрес повелителя правоверных, были не похвалой сына в адрес отца, а характеристикой имама, данной другим имамам, который лучше всех знал своего предшественника. Имам Хасан заключил союз с людьми и затем написал письмо Муави, в котором посоветовал ему последовать примеру людей. Однако было ясно, что Муави не согласится с этим и не перестанет сеять семена злобы и вражды. Он не заключил союз с Али, когда не имел прочного положения. Как он мог теперь подчиниться Хасану, когда укрепил основы своего правления и упрочил свое положение. Когда Муави получил письмо имамы Хасана, ответил, что он достойнее его править обществом и что его светлость должен принести ему присягу на верность, а не наоборот. С другой стороны, огромное войско, оснащенное в Нахиле имамом Али, для повторного нападения на Дамаск, вскоре распалось. От этого войска остался лишь небольшой отряд. Имам Хасан, бывший свидетелем неверности и беспечности куфийцев в переутправление своего отца, все же с остатком своего войска, насчитывавшим по словам Ибн Абу Аль-Хадида 16 тысяч человек, отправился в Дамаск и послал на войну с Муавией 12 тысяч воинов под командованием Убайдаллаха Ибн Абаса, а сам остановился в Мадаине, чтобы набрать войско из окрестных городов. Однако Муавия подкупил Убайдаллаха Ибн Абаса миллионам дирхемов и таким образом склонил его на свою сторону. Убайдаллах, прельстившийся золотыми монетами Муавии под покровом ночной темноты, вместе с некоторыми своих приближенных перебежал в лагерь Муавии. А в Мадаине произошли другие события, приведшие к возникновению разногласия в войске имама и уничтожившие все условия, необходимые для проведения военных операций. В результате этого имам Хасан, учитывая создавшуюся ситуацию, во имя сохранения ислама и мусульман был вынужден отказаться от войны, приняв единственное логичное решение в то смутное время. Заключить перемирие с Муавией.